добрый день здравствуйте я пригласила елена сергей нуля хочу заведующего к сожалению я не говорила про прием у меня был вызов неизвестной пациентке которая скинула скорая помощь с признаками урви 7 часов вечера до 7 вечера вот она приехала и мы сенгинологом вот так встали и мы там думаем о чем дело нет это было в пятницу этого это вообще была та девочка без анализа без ничего абсолютно она сама так как я знаю что у меня коронавирус и всех короче медперсонал слагает и понятность три категории людей которые опасны для нас не все а три категории людей это самое главное лица прибывшие из-за границы раньше они прям в скобочках писали что пять стран сейчас из всех стран прибывшие из-за границы то есть вы должны обязательно изначально были с ней провести эпид анамнез естественно да она у нас находилась в городе никуда не уезжала до этого у нее температура какая была у нее нормальная температура как оказалось но у нее реально хрип и в легких то есть вопрос такой под сомнением она у нас подозрительно она у нас поместь это цыганочка маленьком не только обувь все разбиваю ждем результат а так у нее 36 и 3 на момент осмотра был бывать миссера женщины в областью вы не на все случаи должны одевать костюм сказали свой рвии с подозрением на рвии тем более она вообще без ничего она пришла с улицы из вот реально говорят основе должны одевать противочумный костюм туда что входит противочумный костюм но когда мы уверены уже что есть корона правила с подозрением нет неуверенность подозрения на коронавирус мы у этого пациента берем биоматериал отбираем мы проводим ему какие-то мероприятия там а кто это все делает это делает врачи акушеры ну вот допустим нет быть пригласили до орбии но ведь мы же знаем что ирли похоже да по симптоматике никто а как узнать если она ни с кем не разговаривает она даже говорит ну вот когда я заходила мне медсестры горят даже не хочет говорить ни с кем и на какую-то ерунду городе сейчас упростили средствами данной защиты отношению к этим пациентам то есть сейчас даже когда на скорой бригады скорой помощи выезжает надо к тем пациентам у которых подозрение на коронавирус инфекцию что они на себе одевают как какую средство средства индивидуальной защиты это шапочка маска халат медицинские перчатки бахилы какая мать к все маска обычно были спирата обычная маска если уже конечно вы знаете что у пациента выявлен коронавирус но и такие пациенты находятся только в стационаре понятно проведен тест то конечно к нему уже подходят противооченном костюме понятно у нас просто вот в этих приказах которые вот от 7 февраля там написано при подозрении на коронавирус сотрудники которые контактируют должны быть там с респиратором класса это два защиты а почему не с подозрением тогда эта пациентка была просто вот мы про нее знаем как грипп почему если она с подозрением у нее не взяли мазки на коронавирусную инфекцию почему не было схемы оповещения вы должны были оповестить главного врача о том что у вас пациентка лежит в боксе ну так кто-то заранее приемное отделение меня пригласила потому что приемное отделение дежурный врач они решили что эта пациентка просто с подозрением на грипп у нее признаки респираторных и клинические респираторной инфекции и они взяли у нее просто на грипп про коронавирусом речи и не шло у нас три приказа регламентирующих это приказ министерства 19 марта приказ и 19 марта вы прислали что как вести прием пациентов здоровых по ум и это другой вопрос вопрос другой как вести прием понимать а ничего я просто когда будет еще будет вызывать и просто вам позвоню и уточню в этом случае считается или не считает договорились вы приказы читать нам написаны телефоны да и у меня если будут вопросы есть написано все прописано да но как можно определить есть у человека коронавирус или нет и мы подозреваем всех гриппозных на коронавирус разве не так если с пневмония там сто процентов мы берем и понятно коронавирусную инфекцию если у нее просто клинические симптомы насморк чиха но мне об этом никто не рассказывает не дают у нас пациентка допустим с температурой или там пациентка соль вей ну вы его собирать я же с ней должна общаться дежурный врач прежде чем вас пригласить как терапевта консультант он со мной не общается на общаться медсестры которые мне звонят и говорят вам вас пригласили дежурным врачом прежде всего и у дежурного врача выяснять информацию потому что это не просто так это не шуточки вот именно у нас лежит пациентка с подозрением на коронавирусную инфекцию а были такого не говорилось когда меня вызвали я начала подозревать что может быть учитывая ситуацию я начала искать я же не сказал что она лежит у нас я извиняюсь переносила я вам перезвоню если можно через три минутки давайте так если вот это вопросы по именно этим моментам я просто с вами созвонюсь это будет любом случае в рабочее время это одиночку будет там ничего когда-то да именно вот по этому моменту звонить мне вы можете звонить людмиле ивановне все очень будем рады вам помочь за именно а по поводу того что вы нарушаете субординацию перед вами сидит заведующая я заведующая старшая медицинская каким образом я нарушаю субординации как себя ведут вы просто не видели как ведут себя другие люди тоже которые нарушают кое-что поэтому я буду разговаривать с человеком один на один тогда я все прекрасно понимаю но мы находимся в одном коллективе вот именно что мы находимся в одном коллективе наталья владимировна нужно своих врачей защищать это недопустимо лечебном учреждении никто из сотрудников кроме вас не позволяют это делать и поинтересуюсь по какому поводу они не урезали понимаете пожалуйста ответьте мне на вопрос у нас есть комиссия по трудовым спорам ответить мне на вопрос по поводу женщины на пить иного я на все вопросы что напишет ему я же не только жанна все что угодно не надо вести себя так заведующий это выльется просто против вас я и даю здесь сижу и нервничаю каждый день потому что наталья владимировна завтра у него будет плохое настроение я опять окажусь виноватой в том что мы не приняли вот таких вот пациентов которые были подок талону которые вообще можно было не принять потом зашел наш сотрудник я думаю что наш следующий разговор со спецы в кабинете главного врача